Вот были времена, чтобы завоевать сердце девушки, надо было удивлять. Быть оригинальным, романтические песни пели, хороводы водили, перед окнами на асфальте ночью писали признания в любви стихи и посвящали. Дима, да, чего вы только не делали для того, чтобы не повезти девушку в ресторан. Шучу, шучу. Но на самом-то деле действительно не главное это. Пойми, для девушек все время главное время, которое вы посвящаете, внимание, нужно просто почаще думать о нас. Вася, я о тебе думаю постоянно. И даже сейчас стою возле тебя и даже не думаю совершенно об Ирине Биллок. Спасибо тебе большое. Ну, кстати, Дима, ну если ты уж все время думаешь об Ирине Биллок, наверняка были такие времена, когда вокруг тебя ввелось сразу несколько девушек, и они пытались как-то обратить на себя твое внимание, нет? А ты мне скажи, а у тебя такое было, чтобы ты, допустим, одна, да, а вокруг один жених, второй, третий, цветы, подарки, женихи, всегда такое? Всегда, да. Ну вот, кстати, по такому сценарию наконец-то сняли специальный проект, который, кстати, сегодня на новом канале и стартует. Называется он «Герои-любовники». Там много мужчин борются за сердце одной-единственной. Посмотрите, будет полезно. Тебе, кстати, Диме тоже. Обязательно посмотрю. Мрієте про кохание, но не знаете, где его найти? Хочете встретить настоящего человека, но не верите, что такие вообще существуют? Тогда уже сегодня о 19.00 новый канал «Запрошу вас на увидение» для перегляда нового романтичного шоу «Герои и коханцы». Всем привет! Меня зовут Ксеша Бугримова. Мы снимаем сейчас прямо в самом-самом-самом разгаре. Вона знает, что такое щирое кохание и с чем его подают. Колишний керевник проекту «Холостяк» Ксения Бугримова в новом шоу «Герои и коханцы» повернула усіх в доисторичные часы, когда принцы добивались прихильности принцессы, а не наоборот. И таких смелецей у шоу 24. «Мы поделили участников на 4 группы. Это группы красавчики. Это группы мужики. Это мужчины, которые считают, что только он прав. Что, собственно, сиди здесь и никуда не иди. Есть группа романтики. Ребята очень тонкой душевной организации. Ну и четвертая группа – это группа муникумы. Это просто странные парни. Каждый из них по-своему». Ох, мужня в Ксении. Столько тестостерона на квадратный метр. Как тут можно працювати? Хотя не вы сама такая. Ведучей стала женщина, которая с первой секунды может разразнить, где принц, а где его кинь. Снежана Егорова. За 20 лет моей достаточно активной творческой карьеры телевизионной это был лучший проект, который был в моей жизни. Мне бы хотелось, чтобы люди, которые, возможно, потеряли надежду или перестали верить в то, что есть настоящие мужчины и что их еще рождает украинская земля, смотрели этот проект с вниманием. И, наконец, счастливицей, главной героиней стала спевачка, поэтесса и просто красунья солистка гурту Реал О Алина Островская. Ксения Бугримова рассказывает, что она увидела Алину, сразу понимала. Она идеальная холостяка. Такая себе реинкарнация Кармен. Фатальна. Правильная в поведении с человеками. Неймоверно сексуальна, но нелегковажна. Она настолько душевный, чуткий, тонкий, образованный человек, что у нее настолько было огромное количество каких-то внутренних резервов, каких-то комнат. Мы искали девушку, которая сведет с ума всех мужчин. Она живая в каких-то эмоциях. Иногда она закрытая, иногда она открытая, иногда она стерва, иногда она очень трогательная, вот по-детски, наивная. Как-то меня очень быстро охмурила Ксения Бугримова. Очень быстро я подписала с ней контракт, подписанный кровью, продала ей свою душу, как человеку и как руководителю проекта. И с такой количеством принцев на квадратный метр, как на проекте, каждая принцесса продала бы свою душу. Но у 24-летней Аллины уже есть за плечами опыт раннего замежья. Поэтому выбирать себе следующего человека она будет ой, как прискиплива. Это было в 2008 году, но мне было 18, когда я вышла замуж. А когда познакомилась со своим мужем, мне было 16 лет. Это было в 11 классе. Но прежде чем ухаживать за мной, он познакомился с моими родителями. Он приехал, встретился с ними во дворе и сказал, что вот я такой-то, такой-то. К вашей дочери пытаю высокие нежные чувства. И я хочу, чтобы эта девочка стала моей женой. Таким спритным выявился известный футболист. А кто же еще старший за Аллину на 8 лет, півзахисник Євген Бредун. Но, как это чаще случится с футболистами, за 6 лет подружного жизни Євген забег на инше поле. И был роман у него, интернет. И мы развелись. А потом через время он захотел бы обновить отношения, садитесь вновь. Создать семью, родить детей. Много всего приятного. Но это уже были не мы, не те влюбленные дети, молодые. Ныне же они доросли и просто друзи. Разлучение, каже Аллина, хоть и стало для ней ударом, но научило истины. С каждой, даже наибольшей ситуацией, есть выход. Я не работала, когда я была с мужем. И тут мне пришлось вообще как-то браться за голову. Одна точка фреша была. Были разные статьи для сайтов. Обычно это, ну, такие, в общем, домашняя какая-то работа. Я писала статьи или редактировала статьи. Теперь у ней новое завдание. Розпизнати своего принца среди 24 учасників проекта. Чи вдастся це Аллині, побачимо уже не вдовзі. А уже сегодня... Будет премьера этого невероятного шоу «Героя-любовники», которое поменяло мою жизнь и еще 24 жизни.